Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболота Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, поэтому поддержите этот ролик лайком, ссылочка на него есть в комментарии под этим роликом. Ну и также, кому интересно, игровая индустрия в Ютубе, игровые прохождения, игровые каналы, подпишитесь на мой второй игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим роликом. Давайте добьем 30 подписчиков, буду вам очень признателен. Ну а мы продолжаем. Сегодня у нас два матча в чемпионате Англии, причем один это борьба за вторую строчку, потому что вряд ли мы тому же чемпионство выиграем, 20 очков отставания до Сити. Думаю, второе место будет более-менее реалистичным. Ну и также у нас 1-8 домашняя игра против Лейпцига в Лиге Европы. Поэтому давайте начнем, играем против Брайтона, первую игру. Играем дома, поэтому какой-нибудь ротирующий состав мы уж точно можем сегодня выпустить. Ну и вот таким составом я решил выйти против Брайтона. Имью против Брайтона. Поехали. Итак, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед, Брайтон. Гринвуд сегодня в центре поля. Мы начинаем. Поехали. И вот неплохо Мэйсон Гринвуд и забивает 1-0. 42 минута. Не зря мы выпустили снова, причем Гринвуд забивает на позиции центрального нападающего. Ну замечательно. Очень хорошо здесь получилось. Вот, причем не сказать, что ошибка была в атаке Брайтона, но все равно игрок не точно вынес. Ну вот здесь вот ближний для себя прям угол. Голкипер не смог закрыть. Замечательно. Гринвуд переиграл у вратаря. И сравнивает, причем Брайтон сравнивает. 47 минута. И это 1-1. Мау Пэй забивает. Не знаю, что здесь вообще была ошибка. Давайте посмотрим. Ну не накрыли, скорее всего. Вот, два защитника стояла. Здесь вытянули. Ну все. Ну а здесь к ДХ мало было действительно вопросов. Санчо на Ван де Бека. Ой, это уже штрафной. Или пенальти? Надо смотреть повтор. Вроде как для меня был штрафной, но орбита может и пенальти здесь поставить. Да. Это 11-метровый. Лучше всех у нас пробивает Бруно Фернандеш. Наш пенальду, как его прозвали в соцсети. А давайте в левый нижний угол. Я надеюсь, получится. Но нет, потащил, потащил. Так, неплохо. Антони Марсиалли. Это 2-1. 90-ая минута. Не зря мы выпустили Марсиалли, у которого, кстати, была плохая форма перед этим матчем. Поэтому он не вышел сегодня в стартовом составе. Но замечательно. Дожал, дожал Манчестер Юнайтед. Не забитая пенальти от Бруно Фернандеша. Но снова пропускает Райан. И Брайтон, скорее всего, потеряет очки на выезде. 4 минуты добавил орбитр. Потащил, потащил Дхея. Но почему не накрыли сейчас? Маупей забивает дубль ворота Манчестера Юнайтеда. 94-ая минута. Ребята, как такое вообще возможно? Обидная потеря очков дома. Причем вели. И все. Арбитр не дал даже ничего продолжить после этой атаки. Ну, развода с Центрополь. Два удара, наверное, в створ там. Ладно, три. Но все равно. Еще и Маупей, игрок матча, естественно, забивает дубль ворота Манчестера. Ливерпуль минимально обыграл Лидс. Манчестер, кстати, проиграл Уестхэму. Ну, и мы потеряли вот очки. Но сейчас, если мы обыграем Ливерпуль, мы сравняемся с ними. И там я уже не знаю, как будем. Либо мы на второй строчке, либо Ливерпуль так и останется. Огорчило ли вас недавнее поражение в дерби? А мы разве кому-то проигрывали? В дерби именно Ливерпуль мы вроде как раз обыграли. Это будет трудный матч, мы скажем. И все на этом. Начнем сейчас уже подготовку к Ливерпуль. Так, у нас переговоры. Скауты нам нашли левого защитника. Замечательно, давайте посмотрим. Александр, ну это возрастной уже игрок. 30 плюс ему, можно так сказать. Вот Альфонсо Дэвис. Замечательный игрок. 21 год. Не знаю, хватили нам на него денег. А здесь у нас Вайндала нам нашли. Давайте тоже, если что, добавим. Но вряд ли мы Вайндала будем покупать. Так, мы покупаем левого защитника, но вместо вот кого? Сейчас давайте посмотрим. Левого защитника вместо... Так, ну вот эти вот в аренде, в аренде. Вот Далот. А вместо кого на самом деле? Вот Ришарлисона, я в курсе, что мы купили. Вот левого защитника мы зачем-то искали. Вот интересно вместо кого. Ну не вместо Шоу, мне кажется. Да. Поэтому, скорее всего, это Уильямс. Самый низкий рейтинг в команде. Поэтому давайте выпустим. И отпустим Уильямса на трансер. Давайте глянем, сколько будет Сойт подписать нам Альфонсо Дэвиса. Ну вот так вот постараться, конечно, можно. На три года давайте. За победу дадим десяточку. За победу в Сухулу 16. Попробуем, попробуем. Почему бы и нет? Денег у нас не так много. Я постараюсь, конечно, подписать Альфонсо Дэвиса. Почему бы и нет? Хороший левый защитник Мэдисон полностью выздоровел замечательно. Решард и Марсиаль у нас попали в сборную месяца. Марсиаль, Шкринер, Ван Бисака по плюс одному к рейтингу добавили. Молодцы, ребята. Итак, переводим время. Сейчас у нас выездная игра против Ливерпуля. Как говорят в Pro Evolution это Derby. Но не знаю, почему именно матч против Ливерпуля у нас Derby. Итак, Ливерпуль против Манчестера Юнайтеда. Давайте посмотрим, кто у нас там готов, не готов к этому матчу. Да вроде, кстати, все готовы. Посмотрите, ни у кого даже в команде нету низкого настроя. Есть там ниже среднего, но не суть. Основные игроки у нас сегодня выйдут на поле. Это замечательно. Ливерпуль против МЮ. Поехали. Итак, мы на Энфилде. Замечательный стадион в городе Ливерпуле. Ливерпуль против Манчестера Юнайтеда. Борьба сейчас идет за вторую строчку. Поехали. А вот так вот Мане просто разбирается. Я не понимаю, я сейчас даже нажимал, а у меня защитники как будто не поддавались этому. Что это такое сейчас вообще было? Я понять не могу. И. И это 1-1. Антони Марсиали забивает. 75-я минута. Мы сравниваем счет. Отлично. О, теперь мы что-нибудь другое придумаем. Давайте Гринвуда выпустим. Который забил, правда, в прошлой игре. Но молодцы, молодцы. Остается 15 минут. Нам надо еще постараться забить. Ливерпуль снова переходит в атаку, кстати. И Мане. И Мане делает счет 2-1. Провалилась вот так вот наша оборона. Даже выпускать-то и некого мне. И все. Под концовку мы снова пропускаем. Как и в прошлой игре. Арбитр вряд ли что-то сейчас вообще даст продолжить. Но вроде как есть. Есть какой-то либо шанс. Минимальное поражение на выезде. Садио Мане приносит победу для Ливерпуля. Снова мы, кстати, пропускаем от одного и того же игрока. Здесь Мане. Там Мао Пэй забивал нам. Ну и все. Вряд ли теперь мы догоним Ливерпуль. Главное, чтобы нас сейчас не поджали. Потому что Ливерпуль отрывается от нас на 6 очков. И теперь будем, наверное, бороться только за третью строчку. Немножечко они решили подкорректировать свои условия. Но мы там и с Дэвисом решили немножечко ему улучшить условия. Да и с Баварией немножечко им процент, если будет перепродажа. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас у нас домашняя игра против Лейпцига. Первый матч в Лиге Европы для нас. Вот такой вот у них состав. Вообще не тот, конечно. Есть Польсен, есть Ольмо, есть Коноте вроде. Хотя нет, это абсолютно тот же самый Лейпциг. Вот. Что Гулача есть даже на скамейке запасных. Так что вот. Играем сегодня. Ну не знаю, как получится или нет. Первым прям составом. Снова не выйдет сегодня Марсиаль. Выйдет Гринвуд. Ну и будем смотреть, как будет складываться игра. Может быть Марсиаль выйдет во втором тайме. Итак, Манчестер Юнайтед против Лейпцига. Сегодня Манчестер Юнайтед ни разу не победил за выпуск. Ничья, поражение. Я надеюсь, сегодня у нас хотя бы получится. Нам сегодня ни в коем случае нельзя, кстати, пропускать. Бруно Фернандеш на подаче. Гринвуд забивает. Это 1-0. 62-я минута. Снова Мэйсон Гринвуд забивает. Снова на позиции центрального нападающего. Мы нашли, наверное, этому пауни действительно нужную позицию. Замечательно. Выходим вперед дома. Надеюсь, на выезде у нас получится тоже его забить. Отлично накрыли. И нет, все-таки мы вот пропускаем. 44-й номер забивает у Лейпцига. Пушечный выстрел. Это Кевин Кампель. Гризман на Марсиаля. Марсиаль на Санчо. И Санчо забивает. 89-я минута. Джейдан Санчо выводит вперед Манчестер Юнайтед. Замечательный гол. Забивает команде из Бундеслиги. Это он точно умеет. Давно только сам перешел из Дормандской Баруси. Но теперь нам надо уходить действительно в защиту, мне кажется, даже. Уверенная такая минимальная победа над Лейпцигом. Ну, конечно, нервы потрепали. Точно нельзя говорить, что она уверенная победа. Но все равно победа есть победа. На выезд мы отправляемся с хорошим настроем. Лучшим игроком матча признан Джейдан Санчо. И вот такие вот результаты после 1-8 финала Лиги Европы первых матчей. Но мы подведем и объявим все, так сказать, результаты после второго уже ответной игры. Чтобы более-менее понимать наших соперников. Переговоры по Дэвису зашли в тупик. Не знаю почему. Вроде нормально там все предложили. У нас слишком низкая годовая зарплата. Мы нормально вроде предложили 2,5 миллиона. Но Альфонсо Дэвис решил, что недостаточно. Ему АС теперь у нас Марсиаль получает прозвище. Ну и все. Следующие у нас 3 игры будут в следующем выпуске. Это игра против Сангемптона дома. И 2 выездные против Лейпцига и против Уэстхэма. Так что очень интересный матч нас будет ждать. Должны теперь в чемпионате бороться за третью строчку. Ну и в Лиге Европы бороться, наверное, за победу. Потому что в трофеях мы вроде больше так и не участвуем. В Бакангле я не в курсе, вы там вылетели или нет. Поэтому, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жит, до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok